Здравствуйте! Вас приветствую дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Василия Дулепинских. Мы колесим по Пермским дворам и улицам на комфортабельном автомобиле «Сиат Леон» от автосалона «Сиат» компании «Эксавто», что на Спешилова 107. И для начала добрая порция телезрительских кадров дня. Пермяк Дмитрий Кирьянов решил сварить суп. Начал чистить картошку и вдруг видит, кто-то ему улыбается. Ну, Дмитрий и не растерялся. Улыбнулся картофелине в ответ и сфотографировал ее. Тем временем Евгения Белобородова и сама узнала, и нам рассказала, что будет с балконом на пятом этаже снежной зимой, если его не благоустроить. Ах, вы не захотели сделать навес? Ну, тогда получайте практически домашний сугроб. Ну, и веселые экскурсии от Виталия Веретенникова. Некая турфирма предлагает пермякам съездить в Демитково, в Хохловку, в храмы Пермского района и на ферму. А вот на какую, прочтите сами. Какое-то неудобное слово для произношения. Пермяки уж было начали готовиться к весне. Развешивать кормушки по всему городу, дабы встретить перелетных птиц. И вдруг, на тебе, опять похолодание. Почему вдруг зима решила под конец осерчать? Мы знаем, кто нам ответит на этот вопрос. Это связано со смещением холодного антициклона с новой земли на Урал. В результате минимальная температура воздуха понизится до 30-35 градусов мороза. 30-градусные морозы также ожидаются и в Перми. А на фоне интенсивной адвекции холодно, дневная температура тоже будет низкой. 20-25 градусов мороза. Вчерашняя тема мебели для усталых путников сегодня неожиданно получила свое продолжение. Во дворе 84-го дома по улице Ленина. Но, в отличие от закамского кресла, здесь диван. Стоит у первого подъезда уже вторую неделю. Впрочем, местных жителей он нисколько не радует. Иначе не звонили бы они в нашу информационно-справочную службу и не возмущались бы по этому поводу. Уже совсем скоро, в ближайший понедельник, мы назовем имя очередного победителя нашего конкурса на лучшую новость недели. Но конкурс-то на этом не закончится. Так что мы по-прежнему с нетерпением ждем от вас сообщений, которые вы можете передавать, как всегда. В информационно-справочную службу дежурный по городу по телефону 2-630-300. Ну а победитель на этот раз получит в подарок два билета от театра юного зрителя на спектакль «Беда от нежного сердца», который пройдет 27 февраля. Начало в 19.00. Мы же на этом прощаемся. Дорог вам ровных, тротуаров чистых, но настроение всегда только отличного. Удачи и до скорой встречи.